Боевики не придерживаются так называемого хлебного перемирья на Донбассе. Сегодня они дважды нарушали режим тишины. Потерь среди наших военных нет. В то же время, по данным украинской разведки, удалось ликвидировать двух снайперов противника. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. Что я увидел? Что мой лучший друг лежит раненый без сознания. Антон один из тех, кто вывозил раненых с передовой. Еще было светло, когда поступила информация. Двое бойцов попали под обстрел. Среди них был его друг. Пока вывозили в безопасную зону, старался удерживать его в сознании. Ехал с ним, говорил, Ваня, говорю, не отключайся, не отключайся, у тебя же две дочки, ты должен жить. Лиля медик, она оказала первую помощь на месте. Матбаза, я вам могу сказать, одна вот такая сумка у меня за два дня пошла. Бандажи, компонады, целокс. Целокс, первый помощник при ранениях мелкими осколками, когда множество порезов и жгут не спасает. В опасность, вплоть до летального. Может попасть этот осколок в артериальное, венозное, кровотечение вовремя не остановлено и все. При таких ранениях главное, как можно быстрее оказать помощь. И к местам, где машина уже не проедет, на линии огня медики бегут из всех сил. Полтора километра, километр двести где-то. Вот три-четыре минуты. Я же говорю, адреналин это вещь хорошая. Потом, правда, ноги болят. Иван и Андрей сидели здесь на кухне, пили чай после дежурства на позиции, когда неожиданно над их головой в шесть часов вечера разорвалась граната, выпущенная из автоматического гранатомета. Снаряд 30 миллиметров. Принцип его действия такой, что достаточно малейшего касания, чтобы он разорвался на мельчайшие осколки. Это то, что нашли бойцы после обстрела. Площадь поражения одной такой гранаты – восемь метров. У бараниных бойцов в госпитале их жизни уже ничего не угрожает, говорит Лиля. Я каждый день звоню, знаю, стабильный, но операцию будут делать, потому что там осколок в легкий попал. По всей видимости, предполагают бойцы, у боевиков произошла ротация. Перемирие на этом участке продлилось ровно сутки. Нечередяно из ДШК, утёвцы, пристрелки делают. Следы обстрелов – побитые искорёженные деревья. Только на одном. Даже листочки не опали. Его бойцы называют дерево шамана. А сам шаман, объясняет, берегут детские подарки. Самого же дома ждёт трёхлетняя Ульяна. Спасибо всем, кто нас поддерживает, особенно маленьким детям, которые шлют сюда, как и раньше считают, что мы защищаем их.